Илья, вы что, еще ничего не запустили, что ли, из Хабаровска? Как? В институте я что-то не могу найти. Ну, ходи ищите. Да? У вас получится социальными сетями пользоваться здесь. Ну, у нас Дальний Восток, мы до сих пор тут, знаете, по стереотипам. Да не, я просто вот... Вот, это что такое? Ну, слушайте, а про форум, давайте так, про форум ничего еще, да, не запустили? Я только приехал пять минут назад. О, все, поехали. Дальневосточный медиафорум 26 и 27 февраля, городской дворец культуры. Более тысячи не только дальневосточных, журналистов, блогеров, чиновников и медиафункционеров, но также их западные коллеги обсуждали будущее средств массовой информации. Выясняли, как зарабатывать, взаимодействовать с государством, становиться интернет-звездами. И все это в том числе на благо региона. Не обошлось без фуршета и подарков, но суперкоробочки с икрой и медом, которые уже гуляют в Инстаграме, на втором плане. На первом Илья Варламов. Пять минут назад выяснилось, брат приехал, как вы любите говорить. Илья Варламов, как вы себя представляете? Блогер, да? Ни в коем случае. Это слово вообще нельзя употреблять. Это показывает вашу некомпетентность. Вот вы видишь, ты не можешь найти в Инстаграме то, что я запостил, и не знаешь, что людей нельзя блогерами называть. А как называть тогда? Все люди делятся на блогеров и не блогеров, 21 век. Нет, 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 конечно. Блог – это способ передачи контента, не более того, а дальше у каждого человека есть своя профессия, то, чем он занимается, в том числе и через блоги. Ну, то есть, если речь идет про меня, то в основном занимаюсь журналистикой. Любительской, любительской журналистикой. Так, любительской журналистикой? Любительской фотографией. Я фотолюбитель, и любительской журналистикой занимаюсь в блоге. Дай бог всем так любительски заниматься, как вы. Нет, это очень хорошая такая отметка, которая позволяет отсечь от себя всех людей, которые считают себя профессионалами, и у них перестает бомбить от того, что кто-то смеет себя как-то перечислять к их профессии. Ну так ты фотолюбитель, но какой спрос может быть с фотолюбителями? Что с блогерами-то не так? Это просто некорректное название. Только они же сами себя так называют. Нет, нормальные люди себя так не называют. Смотря чем занимается человек, просто когда пытаются люди называть блогеров, это подмена понятий. Это как, не знаю, Сергей Шнуров выкладывает на ютубе вся клипа, он от этого не становится видеоблогером, правильно? Хотя у него там миллионы подписчиков, миллионы просмотров его видео, но он не блогер. Сергей Шнуров, который выкладывает короткие песни на какие-то социальные темы и вызывает какую-то реакцию общественную. Будешь говорить, что это блогер? Это блогерская деятельность, нет? Да нет, конечно. Нет блогера. Блог — это способ передачи контента. А дальше там музыкант, повар, шоумен, неважно кто там, журналист. Ты просто через блог, через что угодно начинаешь публиковать контент. Я уверен, Хабаровск — это что такое? Название — это телевидение, да? Телеканал Хабаровск. Телеканал Хабаровск. У вас есть канал на ютубе? Есть. Ну вы же не блогеры, вы журналисты, правильно? Я надеюсь. Ну мы стремимся к тому, чтобы стать блогерами. Нет, это просто некорректное название. Если удобно, можно называть, я не обижаюсь. Сюда вы приехали в качестве спикера на площадку, где будете рассказывать про блоги? Про социальные сети. Про социальные сети. Про контент, про производство контента, про потребление его и все остальное. А тезисно? Что это будет? О чем? Мы все умрем. Все плохо, все плохо, и вы этого пока не понимаете. Ну я в силу скудоумия, а вы человек более опытный и умный. Объясните мне почему. Вот только что она стала юмористической. Ну если я сейчас расскажу, никто не придет ко мне на связь. Так это мы завтра покажем. Ты не придешь. Я приду. Точно? Да. Хорошо. Совершенно точно изменится в ближайшие годы, изменится полностью принцип потребления контента, потому что на сегодняшний момент это вот устаревшая модель, когда есть сайты, когда эти сайты там что-то пишут. Она работать не будет, и все это поменяется. Почему жопа? Жопа, во-первых, потому что сейчас меняется формат потребления контента. Людьми, и мало кто за этим может следить, и мало кто вообще на это обращает внимание. То есть условно есть хороший пример, как взрослые просрали YouTube, и сейчас удивляются, там как-то так, там появились какие-то люди, у которых миллионы подписчиков, а мы вот такие вот, мы стендон-то здесь сидим, и у нас уже должно быть все схвачено. Нет, да, просрали YouTube, и сейчас происходит то же самое, только уже с другими форматами. Нужно держать нос по метру, нужно сесть на правильный пояс, который увезет тебя в светлое будущее, а то ты так и будешь глотать пыль на обочине истории. Ну какие фразы. Так, а как это сделать? Мне. Конкретно. Слушай, если бы я знал, я бы был очень богатым человеком. Нет, смотри так. Более богатым правильно говорить. Я тебе так скажу, кто сегодня угадает, как люди будут потреблять контент через 5 лет, он через 5 лет будет все иметь. Ну есть ли те уже, кто это угадывает? Нужно сесть в правильный пояс. Конечно, нужно сесть в правильный пояс. Это самое сложное. Ты не знаешь сегодня, потому что это не только от тебя зависит. Как люди будут потреблять контент через 5 лет? Ты знаешь? Я? Да, никто точно не знает. Никто точно не знает. Так же, как 5 лет назад, если ты посмотришь на медиарынок 5-10 лет назад, когда там все это дело только появлялось, там в 2010 году появился iPad, люди там начали, появились в соцсети. То, что нам кажется, существовало всегда там в Facebook, Twitter, все остальное, это середина нулевых. И там 10 лет назад только начали все это дело появляться. И посмотри, сегодня там миллионные обороты, там Сухерберг влияет уже на выборы. Это прошло каких-то 10 лет. Кто бы знал тогда, 10 лет назад, на что надо делать ставку, когда все появилось, когда к этому серьезно никто не относился, это было так, ну, фоточки там, рассказать, где я там поел. А это серьезнейший инструмент, который влияет вообще на всю нашу жизнь, влияет на политику, влияет на выборы, вот эти последние скандалы. И это только начало. И если бы кто-то 10 лет назад знал бы, как все это дело развернется сейчас, и сделал бы там правильную ставку на это, ну, я думаю, кто-то догадывался, кому-то повезло. Я не верю, что знал, потому что я прекрасно помню, как все это дело начиналось, и я не помню людей, которые это как-то анализировали и делали бы эту ставку осознанной. Я думаю, кому-то повезло, и тем, кому повезло, они сегодня все имеют. Они контролируют медиапространство, они контролируют миллионы людей, они имеют все бабло этого мира, и у них все хорошо. Но через 5 лет все поменяется, потому что мы сейчас стоим на пороге Второй медианой революции, это долго я буду рассказывать на лекции, и кто сегодня, конечно, правильно сделает ставку, у того через 5 лет будет власть, власть и все деньги мира. Я сам с этим столкнулся, когда завел Инстаграм, имея там несколько миллионов посетителей в месяц на своей основной площадке, я думал, сейчас я заведу Инстаграм, сейчас я начну выкладывать вкусную еду, которую я ем, делать селфи, фотографировать кошку, и у меня будет сразу суперпопулярный Инстаграм, но я же видел, я видел, что меня узнают на улицах, я видел, что мне там все пишут, что за мной следят, и я такой завожу себе Инстаграм, и уже готовлюсь принимать миллионы читателей своего Инстаграма. Проходит какое-то количество времени, ну, 3000 человек подписаться, я думаю, наверное, что-то не то, может, ссылка не прошла, может, там, спам попало, пишу второй раз, я, да, у меня есть Инстаграм, а никто не идет. И это самое страшное, потому что если вы сели на топ-поезд, то все, никуда не уедете. А на какой садиться, никто не знает, потому что тут есть еще риски, которые зависят не только от вас, как вы знаете, даже крупные компании многие свои сервисы закрывают, они становятся неудачными. Можно вспомнить, как год назад появилось много сервисов по онлайн-трансляциям, и что с этого стало. Как человек, который когда-то пробовал... Вот та история с выдвижением в мэры, если не ошибаюсь. Мэры Омска. Слушай, ей было сколько лет уже. До нас только дошла эта информация. Неужели больше ничего в моей жизни не произошло? Не-не-не, я просто... Как человек, у которого был такой опыт. А сейчас... Я нашу комнату праздничаю. Например? Если это не самое главное... Какое главное? Назор вас лицензию отзовет, если я... А мы это в Ютуб только выложим. А Ютуб заблокируем. Там что-то с Настей Рыбкой? Хуже. Хуже. Алекс Лесли. Ладно, все. Как человек, который когда-то пробовался в политических каких-то историях, надо понимать, это ради пиара и очень-то успешный ход такой был, сейчас из тех людей, которые рвутся к власти, видишь, прям вот... Ну, это чистый пиар. А вот это вот люди пытаются что-то делать. Чистый пиар. Во-первых, ты говоришь, опять же, чистый пиар, как будто... Ничего за этим не стоит созидательного? Нет, слушай, политика это... Что такое созидание и что такое чистый пиар? Во-первых, ты, как ты говоришь, за кем стоит чистый пиар, как будто это плохо. Из оценок. Да, есть там такая формула успешной деятельности фан, пиар и обучение. Если вот три составляющих есть в том, что ты делаешь, фан, пиар и обучение, то ты делаешь это не зря. Ну, для себя. Вообще люди почему-то шугаются, там, слово пиар, они как-то... Ты пыдаешь как-то негативно сказать, что в этом плохого. Конечно, политик, любой политик должен заниматься пиаром, и большинство только этим и занимаются. Следующий вопрос, который у многих волнует, как раз про влияние. В Штатах, может, кто-то слышал, есть такая была присказка, то, что у порно-сайта посещаемость в 10 раз больше, чем у Нью-Йорк Таймс, но президент Америки выбирает не порно-сайты, а выбирает их Нью-Йорк Таймс. Это до Трампа было актуально, сейчас уже так часто не произносят, но смысл, я думаю, вам всем понятен, что количество просмотров страницы, ваше, вообще, количество лайков там, социально-сайтов, это на самом деле ничего не значит. Есть такое понятие, как влияние, которое вы можете оказывать, и оно совершенно никак не коллинируется с количеством подписчиков. Хабаровск, ты здесь уже не в первый раз, мы все следили за твоими хорошо-плохо про наш город. Мы искренне благодарны тебе, по поводу правды это не важно, мы искренне благодарны за тот факт, что Владивосток похуже остался, но тем не менее. Сейчас ты приехал в Хабаровск, пять минут назад мы это выяснили, но, может быть, с самолета пока летел, увидел какие-то точки знакомые тебе, и сказал, о-о-о, потеряли. Не увидел, меня посадили специально в автобус, где были затонированные стекла, чтобы я ничего не увидел по дороге, мне кажется, что-то скрывают. Что изменилось за два года, что стало хуже, ты мне расскажи. Что стало хуже? Это все только лучше, мы же здесь оптимисты, мы оптимисты здесь. Хорошо, ну видишь, почему-то от меня скрывают, почему мне дали автобус с темными стеклами, чтобы я ничего не увидел. Ну, а по поводу прошлых твоих ощущений, ты сейчас летел в Хабаровск, город, который... Который что, для тебя, который какой вот он? Какой-какой? Нормальный город, лучше Владивостока, если ты за это переживаешь. Нет, слушай, знаешь, у меня последнее расстройство было, три дня назад я просто через месяц собираюсь, у меня есть проект границы, где я сравниваю приграничные территории, вот, я с ужасом выяснил, что из Хабаровска нельзя через месяц будет попасть в Китай, вообще никак. Я просто удивлен, ну, то есть, понятно, я буду в Благовещенске, а придется лететь в Владивосток. Я поменял билеты, то есть, я думаю, из Благовещенска, из Хайхэ поеду в Благовещенск, потом приеду в Хабаровск, и здесь перейду границу. Оказалось, что здесь нельзя перейти границу, и придется лететь в Владивосток и Уссурийск, и переходить границу там сухопутную. Поэтому, ребят, ваш косяк, вы даже границу до сих пор не можете. Где мост? А? Где-то там строится. Ну, что такое, да. Где казино? Мы сейчас будем развлекать китайцев. Это во Владивостоке игорная зона. В Приморье там она. Что же хотели? Вы хотели? Хотели. Мне рассказывали, хотели. И китайцы там такие. Тебе больше рассказывают, чем нам. Они стоят на границе с баблом, вот, и такие. Где наше казино? Хотим. Ну, наверное, скоро будет. Мост, мост. Где мост? Пометили. Мы сейчас все-таки здесь, на Древосточном медиафоруме. Вообще подобные мероприятия нужны, важны или так для галочки? Как бы, у меня у тебя есть работа. Уже неплохо. Что бы ты сейчас делал, если бы не медиафорум? Ну, может быть, что-то другое, но тем не менее. Твое личное отношение к вот таким съездам? Слушай, мне сложно судить. Тут надо смотреть у людей, кто сюда приезжает, кто слушает. Если они смогут из этого вынести для себя что-то, стать лучше, а потом сделать лучше нашу страну, то почему нет? Пойдем поищем сейчас людей, которые делают что-то лучше. Спасибо большое. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok